Соломинский райсуд Киева сегодня с самого утра рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения нардепу Бориславу Розунблату. Это при том, что арестовать избранника нельзя. Он хоть и прикосновенный, но разрешение на арест Рада на прошлой неделе не дала. Тем не менее, САП хочет возложить на Розунблата ряд обязательств, опасаясь, что тот сбежит в Германию. За тонкостями судебного процесса следит наш корреспондент Александр Васильченко. Он на прямой связи со студией. Саш, здравствуй, расскажи, как проходило заседание и чем в итоге закончилось. Добрый вечер, Екатерина. Слушание закончилось совсем недавно. Начну все по порядку. Перед заседанием суда журналисты встречали нардепа Борислава Розунблата почти как селебрити на красной дорожке кинофестиваля. Парламентарий в Соломинске и Рассиус-Солице пришел в сопровождение адвоката. С прессой общаться отказался. Уже в зале заседаний заявил. Антикоррупционная прокуратура якобы продолжает его дискредитировать. Также Розунблата заявил, что поддержку коллег по уже бывшей фракции не просил. В суде внес ходатайство о снятии с него всех обвинений, а в отношении залогов 10 миллионов гривен, на котором настаивает специализированная антикоррупционная прокуратура, утверждает, что сумма для него внушительная, но подъемная. Уже по традиции перед заседанием прокурор САП попросил показать повторно отдельные фрагменты видео с участием Розунблата и спецагента НАБУ Екатерина Сиваконь. Однако суд им в этом отказал, после чего обвинение потребовало внести решение о мере пресечения для нардепа. По словам прокуроров, парламентарий может осуществлять давление на следствие. Поэтому попросили у суда разрешения надеть на него электронный браслет, а также изъять все паспорта и внести залог. В свою очередь, защита Розунблата заявила, что нардепа обвиняют незаконно. Якобы согласно судебной реформе, должности генпрокурора Украины уже не существует. Поэтому документ, подписанный Юрием Луценко, не имеет силы. Генпрокурор существует, не существует генерального прокурора Украины. Прокуроры САП на такое заявление отреагировали эмоционально и обвинили адвокатов Розунблата в искажении норм закона. По словам прокуроров, сторона защиты якобы добивается того, чтобы СМИ потеряли всяческий интерес к этому делу. Впрочем, из судебного зала никто из журналистов и операторов не ушел. И после практически 9-ти часового заседания судья все-таки вынесло решение. Ходатайство обвинения удовлетворили частично, назначили залог в 7 миллионов гривен. Также нардепы обязали носить электронный браслет и сдать все паспорта. Все это Борислав Розунблата должен сделать в течение 5 дней после оглашения вердикта. Катя. Спасибо, Саша. Александр Васильченко был на связи со студией с подробностями заседания по делу нардепа Борислава Розунблата.